Представители управляющей компании ЛГЖТ встретились с жителями дома номер 2 по улице Калараш. В мае этого года в МКД должен был стартовать ремонт подъездов, но работы начались с большой задержкой. В чем причина срыва сроков, расскажем в следующем сюжете. В подъездах этого многоквартирного дома наконец-то запахло свежей краской. Этого момента здесь ждали еще весной, однако рабочие появились лишь в конце июля. Произошло это после обращения жителей к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Телеграм, довольно быстрый ответ, в районе полутора часов. Приняли в работу, после этого отдельно написали личные сообщения, запросили имя, фамилию, телефон. После этого уже связался директор со мной. И вчера вечером в оперативном режиме подъехал, мы проговорили всю эту ситуацию. Такая ситуация сложилась из-за смены руководства управляющей компании. Новый генеральный директор ЛГЖТ Али Башко лично встретился с жителями дома, чтобы ответить на все вопросы. Я заступил в середине февраля, и мы начали проводить работу с подрядными организациями, перепроверять те объемы и непосредственно те финансы перепланировать, которые должны были быть доведены по итогам. Это вот и есть основная задержка. Назначена наша недоработка, сейчас мы ее взяли на контроль и как бы вот исправляем. Первые три подъезда приведут в порядок до 10 августа, остальные два до 15 числа. Кроме того, в рамках капитального ремонта МКД в этом доме обновят кровлю. Жители последних этажей жалуются на протечки. На встрече с новым руководством ЛГЖТ обсудили и другие проблемы, связанные с работой телеграм-чатов и зимнего содержания дворов. Замечания жителей представители управляющей компании взяли в работу. Уиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.